И свистнул. Вот это да. Парень подумал про себя, что неплохо было бы найти зеркало в рост, чтобы убедиться в увиденном и оценить вид в целом. Не ожидал Наруто, что окажется в таком потрясающем физическом состоянии. Ха, он что, тренировался по системе Гая и Ли? Не перекачанное, но подтянутое тело. Стройное, высокое, спортивное для того, кого называли предателем и запретили становиться шиноби. Насколько помню, в свои девять я был ниже и в целом мельче. Паренек задумчиво рассматривал свое тело с разных сторон. Надо же, ни одной складочкой жира. А тот, Наруто, видимо, очень хотел стать ниндзя. Это тело – настоящий показатель его решимости. Открывая дверцы шкафа, блондин все еще изучал себя взглядом. Он почти составил картину увиденного. Прошлый Наруто тренировался и добился отличных результатов. А еще, тот точно не мог быть предателем, так как нападение на клан Учиха совершил обито. Не знаю, что пошло не так в этом мире, но, возможно, он использовал меня. Раз я попал как бы в прошлое, стоит ожидать и нападения Мадары. О, а там и Кагуя. На последних словах Голубоглазый отчаянно взвыл. Ему не хотелось проходить через одно и то же несколько раз. Тем более, с такими противниками. «Наруто, ты идешь?» – послышался голос матери со стороны лестницы. «Да, сейчас!» – в ответ крикнул вмиг осчастливенный голодный мальчик. Он точно уплетет несколько порций. Как светловолосый и ожидал, свои вещи представляли собой пыльные и серые мешочки. Возможно, с мусором. Но мальчишка решил не проверять этого. И что же надеть из представленных ему на выбор серых и черных одежд? «Опа, а что это там такое синее небрежно лежит в углу, словно ненужное трепице?» Наруто протянул руку и вытащил на свет футболку. Он развернулся, прошелся с ней до центра комнаты под свой зевок и заинтересованно приподнял вещь. «О, а на ней что-то нарисовано. Что это?» «Наруто!» – послышался возмущенный голос матери прямо за дверью. «Сколько можно?» – интонация, с которой его мама произнесла предложение, напрягла мальчишку. Он точно знал, если Кушину Узумаки разозлить, можно и костей не собрать. Наруто сглотнул, непроизвольно скомкав футболку в руке, сделал несколько шагов в противоположную сторону от двери и выдал нервный смешок. Не хотелось бы на себе испытать гнев матери. «Я сейчас!» – снова ответил он. «Ну-ну!» – сварливо выдала Алловолосая и направилась вниз. «Даю тебе пять минут!» – напоследок крикнула женщина. Блондин спокойно выдохнул. Подняв руку с футболкой, он вытер ею невидимый пот с лба, при этом умудряясь выронить саму вещицу. А когда нагнулся, чтобы достать ее, своим взглядом задел тумбочку рядом с кроватью. Та пошатнулась, сопровождаемая падением нескольких предметов. Наруто вздохнул уже вымученно, поднял и положил на кровать несчастную футболку, а затем обернулся к тумбочке. Итак, что там упало? Он отчетливо слышал звук падения. Павшим воином оказалась рамка с фотографией отца в молодости. Наруто взял ее в руки, а сам присел на край постели. За неразбитым, к счастью, стеклом ему добродушно улыбался Минатон Микадзе. Он был одет в обычную форму шиноби своего ранга. На фоне находился цветущий лес. В руках отец держал трехлезвийный кунай. Бывший джинчурики сам не заметил, как на лицо вылезла улыбка. Он был счастлив. Понимал, что они не его родители, но ничего не мог с собой поделать. Несколько минут мальчик разглядывал заветную фотографию, пока краем глаза не наткнулся на что-то, лежащее под тумбочкой. Заинтересованный шиноби вернул рамку с отцом внутри на прикроватную тумбочку. Сам же полез доставать это что-то. Еще одна фотография мелькнула в юной голове. И отряхнув снимок, он перевернул его лицевой стороной к себе. «Саски?» Натурально удивился Наруто, наблюдая на изображении знакомого хмурого брюнета из себя. Как неожиданно. Брюнеты-блондин стояли в двух метрах друг от друга на фоне стены, где был изображен комон клана Учиха. Виднелись также и небольшие кусты. Саски не особо отличался от себя, изображенного еще на первой совместной фотографии команды номер семь. Только одет был немного по-другому. И повязки с символом деревни на нем не наблюдалось. Что же до Наруто? Мальчик стоял в мешковатой одежде, его руки находились в карманах, голова была повернута чуть вбок от Учихи, а его взгляд скучающе глядел в сторону. «Какой он одинакий!» Удивленно прошептал голубоглазый, зачарованно разглядывая предмет в своих руках. «Наруто!» Голос матери добрался до парня словно сквозь вату. Он встряхнул голову и положил изображение на тумбочку. «Сейчас не время уходить в мысли. Время покушать. Мама ведь ждет». Не прошло и пяти секунд, как счастливое настроение снова окутало Наруто. «Долго пребывать в депрессии – не его стиль». Он являлся не только самым непредсказуемым ниндзя в Канохе, но и самым оптимистичным. «Сейчас главное успокоиться, прийти в норму, а там и на поиски ответов можно», решил для себя юноша, понимая, что этот план не составит труда себя выполнить. Вот только ничто не дается так просто. Когда Наруто повернулся к кровати, решив для себя надеть синюю футболку, за неимением выбора, кроме как той белой из дома Хизэшу Узумаки, которую мама просила все же снять, и какие-нибудь шорты, мальчишка уловил своим слухом звук открываемой двери, причем входной. «Кто-то пришел». «Кто-то пришел?» «Кто-то пришел!» Взгляд голубых глаз метнулся к фотографии в рамке на тумбочке. «Отец!» И только эта мысль промелькнула в сознании, как Наруто мигом бросился в коридор, совершенно не заботясь о своем внешнем виде. «Да и какая к черту разница?» «Они же не чужие друг другу люди!» На лестнице Узумаки на Микадзе слышал голос матери, не акцентируя на нем внимания. Он так спешил, разгоняясь все сильнее и пропуская чуть ли не половину ступеней, что на одной из них споткнулся. К счастью, не упал, но и на пришедшего взглянуть не успел. Ну и ладно. Оттолкнувшись посильнее от деревянной поверхности, блондин с радостным кличем запрыгнул на мужчину. «С возвращением, отец!» В этот момент из кухни вышла Кушина и удивленно ахнула, увидев представленную перед ней картину. В глазах промелькнул страх, который мгновенно потонул в готовности к действиям. Женщина решительно двинулась вперед, но была остановлена глубоким хриплым голосом. «И что это должно означать для меня?» Хватка Нарута ослабла, но он и не думал слезать с того, на кого запрыгнул. Наоборот, мальчик удивленный и с открытым подозрением стал разглядывать пришельца. «Да это же...» Голубые глаза смотрели прямо в темные омуты мужчины. Брюнет с волосами до плеч был одет в джоунинский жилет, под которым...